Здравствуйте! Я опять с детскими стихами буду рассказывать о том, как читать стихи, как работать с материалом, как пытаться понять, что в стихотворении происходит. Потому что есть такое впечатление, что стих – это такая легкая, сиюминутная и мало что значащая форма, что с ним работать гораздо легче, чем, например, с прозой, которую выучить сложнее, и она длиннее. На самом деле стих гораздо сложнее, потому что стих представляет из себя очень сжатое произведение, где, если бы мы писали такой рассказ, он бы у нас занял, не знаю, там, ну, главу или там 10 страниц. А здесь большая история ужимается, утрамбовывается до очень короткой стихотворной формы, соответственно, чтобы ее разобрать, нужно в этот рассказ проникнуть. А это сделать гораздо сложнее, чем нежели бы вы читали прозаическое произведение. Итак, стихотворение Эдвард Лир в переводе Маршака «Прогулка верхом». Щипцы для орехов сказали соседям блестящим и тонким щипцам для конфет. Когда ж, наконец, мы кататься поедем, покинув наш тесный и душный буфет? Как тяжко томиться весною в темнице, без воздуха, света, в молчании глухом. Тогда кавалеры и дамы в столице одно только знают, что скачут верхом. И мы бы могли горцевать по дороге, хоть нам не случалось еще до сих пор. У нас так отлично устроены ноги, что можем мы ездить без седел и шпор. По ранам вздохнули щипцы для орехов бежать из неволи на солнечный свет. Мы всех удивим через город проехав. Еще бы, сказали, щипцы для конфет. И вот, нарушая в буфете порядок, сквозь щелку пролезли щипцы беглецы. И двух верховых самых быстрых лошадок они через двор провели под узцы. Шарахнулась кошка к стене с перепугу, цепная собака метнулась за ней. И мыши в подполье сказали друг другу, они с конюшней уводят коней. На полках стаканы зазвякали звонко, откликнулись грозным брецанием ножи. От страха на голову стала солонка, тарелки внизу зазвенели. Держи! В дверях сковородка столкнулась с лоханью, и чайник со свистом понесся во след. За чашкой и блюдцем смотреть состязание щипцов для орехов, щипцов для конфет. И вот по дороге спокойно и смело со щелканьем четким промчались верхом. Щипцы для орехов на лошади белой, щипцы для конфет на коне вороном. Промчались по улице в облаке пыли, потом через площадь, потом через сад. И только одно по пути говорили, прощайте, мы вряд ли вернемся назад. И долго еще отдаленное эхо до нас доносило последний привет. Веселых и звонких щипцов для орехов, блестящих и тонких щипцов для конфет. В конце захотелось добавить Александра Сергеевича Пушкина, почему-то, как после любого стихотворения. Огромная история, причем история неявная, история, которую нужно восстанавливать из стихотворного текста, и в которую нужно проникать по смыслу. Что бы я сделал, если бы я учил это стихотворение либо сам, либо с ребенком, особенно с ребенком? Я бы взял всю эту историю и переписал прозой. Не в смысле я бы написал, как тяжко томиться весной в темнице, тяжело весной в темнице. Нет. Нужно разворачивать эту историю, нужно переписывать текст, делая его шире, описывая ту ситуацию, в которой герои щипцы для орехов и для конфет оказались, что на них давило, чего они хотели, чего они боялись, кто им мешал. И всю историю бы я от начала до конца прописал прозой, заканчивая фрагментом, когда они уехали, когда все оставшиеся смотрели им вслед и слышали, что они говорили. Вот эту вот группу оставшихся тарелок, чашек, лохань, чайника и ножей, которые смотрят вслед уезжающим, она здесь есть. И именно они слышат отдаленное эхо, молча. Это все нужно прописать в прозаическом варианте, чтобы потом, когда вы читаете стихотворный текст, у вас эти образы успевали возникать за теми фразами, которые вы читаете. Я сейчас даже не касаюсь темы, как это читать с точки зрения артикуляции или с точки зрения выразительности. А это отдельная история, первично в данном случае именно смысловое, образное понимание того, что произошло. Единственное, что я скажу про техническое произнесение, всегда оставляете себе возможность эмоционального и речевого люфта. То есть, если вы торопитесь, если вы не выдерживаете пауз между строчками, вы не даете возможности эмоциям выразиться и видением родиться. Поэтому, учась стихотворение, всегда старайтесь читать его изначально, спокойно, с паузами, пытаясь воссоздать и возродить те образы, которые в нем должны возникать. Ну а что касается советов непосредственно по артикуляционному произнесению стихотворения, вы всегда можете заказать мои книги на озоне. Отключаюсь. Спасибо. Спасибо.